Друзья, привет! С вами Просто Охотник. Сегодня очередной выпуск про мелкашечку, про отстрел патронов 22LR. Сегодня у нас SailorBelot. Поехали! Сегодня делаем традиционный отстрел патронов 22LR для мелкашки. Это S&B. Я нашел в магазинах патронов 5 видов. Из них три совершенно в одинаковых коробочках, только в торце по-разному называются. И две коробочки немножко отличаются. Сейчас мы посмотрим поближе на коробочки, на патроны. Померяем длину штангенциркуля. После этого поедем в тир. Сделаем отстрел по 5 и по 10. После этого проведем тест на пробиваемость бумаги. И посчитаем, сколько листов удалось пробить каждому патрону. В конце сведем традиционную табличку и сделаем выводы. Так, друзья, ну вот так вот выглядят наши патрончики. Сейчас померяем разброс их длин. Выставляем на ноль, но на левом стоит. Сначала у нас Sapsonic HP. Патрон Hollow Point с дырочкой. 24-51. Следующий у нас 22 Long Rifle Club. Соответственно, без дырочки. 24-67. Следующий у нас 22 Long Rifle Sapsonic. Тоже без дырочки. Дозвуковой патрончик. 24-62. Дальше у нас еще один Hollow Point, но с высокой скоростью. High Velocity. Тоже с дырочкой. Такой перспективный, наверное, охотничий боеприпас. 24-46. И, наконец, у нас вот такой вот красивый патрончик. High Velocity. Омедненный. 24-91. Занесем в табличку и продолжаем наш обзор. Мы едем, едем, едем в далекие края. Хорошие соседи, счастливые друзья. Нам весело живется, мы песенку поем. А в песенке поется о том, как мы живем. Тра-та-та, тра-та-та, мы везем с собой кота. Чижика собаку, петь козыбияку. Обезьяну попугая, вот компания какая. Когда живется дружно, что может лучше быть? И ссориться не нужно, и можно всех любить. А если нас увидит и встретит кто-нибудь, Друзей он не обидит, он скажет добрый путь. Друзей он не обидит, я composers вер BOILses СПАГОДОБИТО. И вeee все равно, что мы и посмотрим, какие-то эксперты, вот изменилось мне. И кстати, переряпся и пер опять переодетры. Продолжение следует... 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 Подпишем... Продолжение следует... 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 так мы наверно даже вот так поступим сейчас вот 496 мы уберем вот а дальше будем смотреть так пока ничего нет 376 вот пошли какие-то уже такие вещи в принципе вот первые какие-то вмятины повреждения разрыва нету но вмятины все сильнее так ну вот на самом деле значит это у нас получается 371 первая вмятина хавилостер тут пошла вторая небольшая вмятинка пока трещины нет уже появляется да ну вот 353 получается у нас тоже вмятинка 353 тоже high velocity но с дырочкой hollow points это я так понимаю медненная вот так ну вот такой вот остаточек будем считать что это 337 вторая цифра для high velocity 337 вот и приближается уже свинцовая часть пульки у high velocity hollow point ну пока она не вытаскивается других отметок тоже вроде пока нет вот а где-то здесь вот она уже вот триста четырнадцать триста четырнадцать сапсуники и силы белок club пока себя не проявили так вот начинает проявлять себя сапсуник такая у него кучная дырочка может быть мало деформировалась пульта даже да есть прорыв допишем 301 это сапсуник лрн также вот начинает проявлять себя клап вот разрыв кожи мы видим 297 запишем 297 сапсуник hollow point пока себя не проявил и маленькая скорость и дырка для деформации вот пока видим только бугорок обычно а вот сейчас запишем 273 это первая у нас цифра так ну и здесь наверное можно уже сказать что здесь 266 266 фрагмент пули мы видим также фрагмент пули начинается и здесь на клабе пока еще достается сложнее вот ну где то здесь уже вот он совершенно четко мы его прослеживаем это у нас 245 245 и того у нас остается только сапсоник холлопоинт сапсоник холлопоинт который тоже очень близко здесь в общем то мы и видим будет 226 вот такие вот результаты по пробитию сведем в таблицу и посмотрим что получилось вот такие вот фрагменты пули этот выпуск еще один шажок в копилку поиска самого лучшего самого удачного патрона для моей мелкокалиберной винтовки соболь 141 компакт из того что есть на рынке еще планирую провести подобный отстрел по лапу а не ска отдельная линейка достаточно дорогая надеюсь высококачественная также попробуем найти елей в последнее время он пропадает в магазинах возможно удастся сделать аналогичный выпуск по динамит нобель и сделаем тотальное сравнение и наконец я планирую выбрать лучший патрон который лучше всего летит с моего карабина что ж двигаем дальше